В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Смертельная ссора. В Арцисском районе мужчина с инвалидностью зарезал собственного брата. Перепалка возникла во время застолья. Оба родственника выпивали. Позже в полиции подозреваемый признался. Не поделили пульт от телевизора. За чего старший брат ударил младшего в сердце ножом. От полученных травм пострадавший умер на месте. Было установлено особо, яка схвала вышеказанное злощадь. За данным фактом полицейским распечатано криминальное проведение за частью первой статьи 115 Криминального кодекса Украины. Нараза злоумисленник затриманный в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины. Та его поведомлено про подозрение в члене данного злощения. Выпрыгнул из окна. На проспекте Академика Глушко 47-летний мужчина выпал с седьмого этажа. Основная версия правоохранителей – самоубийство. По словам соседей, погибший страдал от постоянных головных болей. Имел контейнер на Киевском базаре, но у него травма головы была. Его когда-то побили, говорят, сильно. У него инвалидность даже была. Ну, и боли головные были. Сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Это произошло сегодня около четырех утра. Неизвестный перелез через забор закрытой стоянки таможни. Бросил бутылку с горючим веществом в «Шкоду Октавия» и скрылся. На спаленні автівці дійсно переміщувався, виконуючи обов'язки одеської митниці ДФС, Ігор Резник. Сьогодні близько четвертої ранку шляхом підпалою її було знищено. Председатель Государственной таможниї службы України Максим Нефьодов прокомментировал эту ситуацию на своей странице Facebook. Кому це вигідно? Купа варіантів. Від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою з схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на 300 тисяч доларів. І склали протоколи на 5 мільйонів 700 тисяч гривень щодо чотирьох нових авто БМВ. Нефьодов також публічно призвал нацполіцию оперативно і прозрачно розслідувати преступления. Возле новой одесской достопримечательности отныне не только фотографируются, но і поют. Ізвестний одеський музикант, лідер групи «Деньги вперед» Феликс Шиндер не змог обойти волну хайпа вокруг аварії танкера «Делфи». Свою нову песню о судне представил прямо на пляже. Нашим корреспондентом Марія Горбунова продолжить тему. Хочу без опаски, почти что без краски. Все же ходил на борт-контрабанду. Я вообще считаю, что такие события, которые яркие, по-разному люди относятся к этому, как бы трагедия это или нет. Но никто не погиб, слава Богу. Хотелось написать песню о нем. Приходишь, но лежит корабль в Одесе. Почему не сочинить песню? Это наша история, это то, что будут вспоминать люди. На пятый день после аварии желающих сделать селфи на фоне полузатопленного танкера меньше не стало. На пляж «Дельфин» приезжают сотни зевак, фотографов и операторов дронов. Но сколько еще одесситам придется вдохновляться апокалиптической картиной, неизвестно. Предоставлю всем для ознакомления свой отчет, который будет подтвержден печатями и подписями руководителей тех подразделений, тех служб, которые принимали участие в этой операции. Я являюсь координатором всех служб, а не пилю судно, увожу его куда-то и так далее. Напомним, 22 ноября возле Одессы из-за шторма с якоря сорвало танкер «Дельфи». Он дрейфовал с вечера 21 ноября. На полностью неуправляемом судне закончилась горючая. Все оборудование было обесточено, в частности рация. Когда же «Дельфи» бросил на волнолом, в оперативном штабе решили эвакуировать моряков принудительно. Всех троих доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Мария Горбунова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Депутаты Одесского облсовета проголосовали сразу за два обращения к президенту Владимиру Зеленскому и правительству. В первом требуют не допустить преждевременного открытия рынка земли. Якобы такое решение может привести к негативным последствиям. Потому что фактически это закон о том, как распродать сельскохозяйственную землю местным или иноземным олигархам. Отдельные депутаты Одесского облсовета 7 октября уже обращались в Верховную Раду с просьбой не отменять мораторий на продажу земли. Напомню, правительство 13 ноября приняло закон в первом чтении. Большинство голосов «за» отдала партия «Слуга народа». Еще одним обращением к президенту Украины и Верховной Раде стало требование депутатского корпуса Одесского облсовета не создавать объединенные территориальные громады принудительно. Говорят, решения должны принимать органы местного самоуправления. Районные, сельские, городские и областные советы, а не правительство и парламент. Люди обрали областные рады. Вы спілкуетесь с людьми. Каким образом можно просто выключить областные рады? Я обещаю в этом наступ на местное самоуправление. У депутатов есть опасения, что принудительное создание ОТГ может привести к конфликтам и не только среди политиков, но и населения. Должна быть просчитана математическая модель самих громад. Чтобы получилось так, чтобы за громадой были, самое главное, самоспроможные. Чтобы они могли полностью быть на самофинансировании, самоокупаемости. Из 72 депутатов 66 поддержали обращение к президенту или шестеро воздержались против. Не голосовал ни один. От обычного Одесса Облэнерго к разумным сетям SmartCrit. В компании представили два этапа развития энергетической инфраструктуры нашего региона. Первый до 2025 года и второй до 2030. В планах руководства Одесса Облэнерго повысить оперативность, ликвидацию аварий, улучшить информирование клиентов и обеспечить жителей области непрерывной поставкой электроэнергии. Все благодаря автоматизации диспетчерского управления и использованию геоинформационных систем. Основные направления, которые мы взяли в приоритет на ближайшие пять лет, это упрощение, присоединение к электрическим сетям. И мы сейчас внедряем ряд организационных процессов и онлайн-профор. Второе направление – обслуживание клиентов, упрощение общения с клиентами, как онлайн, так и оффлайн. И третье направление – это повышение качества, надежности литоснабжения. Сейчас идет подготовка к внедрению системы интеллектуальных сетей Smart Grid. В мире их используют для повышения эффективности и надежности электроснабжения. Вместе с этим значительно возрастает уровень безотказной работы системы, удается сохранить окружающую среду. У нас уже есть возможность передачи показаний через личный кабинет на сайте, через мобильное приложение, которое можно закачать в Play Market и App Store. В Декабре уже есть Telegram-бот и то, что сегодня показали на презентации – это ViberBot. То есть это аналогичный чат, где можно передавать показания. ViberBot будет уже у нас в декабре работать. Это те сервисы, которые предоставляют, мне кажется, все возможности для клиентов, чтобы не приходить лично и передавать показания. Статистика смертности и травматизма на дорогах Украины должна быть открыта и унифицирована. Это даст возможность анализировать причины ДТП и принимать эффективные решения по их преодолению, уверены эксперты. Сейчас это делается так, что нужно посылать запись в полицию. Они его сейчас 2-3 недели обработают и тогда присылают назад. Мы делаем это по Киеву. Плюс данные, как я зауваживал, в разных местах могут по-разному собираться, поэтому сложно их сейчас сравнивать. Также снизить количество дорожно-транспортных происшествий может обновленное законодательство в части электротранспорта. Это все потому, что количество электросамокатов и гибридных велосипедов на дорогах городов только возрастает. Большим временем мы будем добиваться изменения права дорожного движения. Мы будем делать их именно так. Это будет красивая, правильно иллюстрована книжка, а не набор страшилок, которые приводят перед стрессом, перед тем, как человек начинает кровать. Нет, она должна это прочитать и она должна понять, как она должна делать хорошо. Отмечу сегодня, более 25 общественных организаций подписали манифест за безопасные дороги. Его главная цель – снизить смертность ДТП. Статистика показывает, Украина остается одним из лидеров по показателям смертности и травматизма на дорогах. Ассоциация налогоплательщиков Украины присвоила 25 предприятиям Одесской области звание добросовестной налогоплательщики. Конкурс проводят уже восьмой год подряд с целью поддержки и привлечения украинского бизнеса к уплате налогов. Во всеукраинском рейтинге участвуют предприятия трех категорий – большие, средние и малые. Всего признали 53 победителя. Финальная церемония награждения пройдет в Киеве в конце недели. Участие в конкурсе, ну вы представляете, очень большое количество предприятий. И у нас очень много есть предприятий, которые не вошли в награжденные, но тоже очень такие важные предприятия, добросовестные плательщики налогов. У нас каждым годом растут такие плательщики, которые действительно их честью является платить налоги в бюджет, декларировать в полном объеме свои доходы. И плюс то, что развивается бизнес, он действительно становится прибыльным, выплачивает налоги со своей прибыли. Ассоциация налогоплательщиков Украины работает более 20 лет. На сегодняшний день объединяют 60 тысяч предприятий из всех регионов. Добавлю филиал датской инженерной компании, которая работает в Одессе, также получил почетное звание. Вместо того, чтобы искать тех, кто уклоняется от уплаты налогов, в Дании система налогообложения помогает справиться с этой задачей. Конечно же, такая система и подход помогают росту и укреплению бизнеса. Поэтому Украине необходимо стремиться к достижению таких результатов. Копы-спасатели. В Одессе экипаж патрульных помог больной диабетом 11-летней девочке. Приступ резкого скачка сахара застал ребенка в пробке, когда та вместе с мамой возвращалась домой. Историю спасения узнавали наши корреспонденты. Обычная дневная смена превратилась в операцию спасения. Патрульные Виктория, Виктор и Вадим отрабатывали нарушения по реверсивной полосе Николаевской дороги. Неожиданно к ним обратилась женщина-водитель с просьбой помочь как можно быстрее через пробки попасть с ребенком домой. Мы увидели, что дитина справедливо очень слабая и в ней или в доме, или на доме мы не увидели, но видно было визуально, что в дитине очень плохо. Мы ей сказали, а швидка? Она сказала, нет, мне нужно домой. И они швидко поехали от нас. Резкий перепад сахара в крови застал девочку в пробке. Лекарство оказалось недостаточным. Благодаря сопровождению патрульных попасть домой удалось в кратчайшие сроки. До квартиры Виктор донес девочку на руках. Верите, в тот момент я не думал ни про что. Мені главное было, чтобы с дитиною все было гаразд. Потому что життя и здоровье – это не главное, а тем паче життя дитини. Обстановка была очень напряжена. Мать хвилювалася за дитину. Вона очень хвилювалася, так как дитина могла впасти при низком уровне сукру, могла впасти в кому. И мы так само хвилювалися, так как это не такая нестандартная для нас ситуация. Мама в конце, когда увидела на приладе, на пристрои, что девчонки рейвен стабилизуется, мама расплакалась. Самое страшное – позади, а девочка отправилась на плановое лечение в столицу. Екатерина Валянская, Денис Ларко, Седьмой канал. Одесская киностудия продолжает работу над историко-публицистическим проектом «Пантеон Одессы». Очередную серию посвятили известной династии Толстых, которые отметились в истории нашего города значительными достижениями. От покрытия брусчаткой улиц города до восстановления оперного театра после пожара. Локацией для фильма стал Одесский дом ученых. Одесский дом ученых – усадьба графов Толстых, Южной ветки. Причем граф – это праправну Гетмана Скоропадского нашего. И это знаменательно, что эта усадьба сохранила свой внешний и внутренний вид. Единственная усадьба, которая сохранила свой внешний и внутренний вид. Сегодня третий сезон «Пантеона» – это рассказы об известных людях, которые строили историю города в Одессе. И вот именно с этой династией, с этой фамилией Толстых связаны очень большие события в городе. Готовую киноленту можно будет посмотреть весной следующего года. Таким увидели этот день корреспонденты седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok